Маткульт, привет! Новости сентября. Да, да, я знаю, что вы ждете. Вы ждете краткого рассказа про выборы, но нет, первая новость будет другой. Первая новость будет от Максима Коваля из Школкова. А именно, он открывает работающим учителям доступ к своим курсам подготовки к ЕГЭ и к Олимпиадам. И это первое, что я хочу сказать, потому что Макс Коваля мой друг, и потому что это вообще круто, и учителя будут умнеть, а это одна из важнейших задач, которые мы с вами решаем. И, соответственно, все подробности, которые я сейчас совершенно не помню, здесь будут под роликом. Уже сейчас вот вы пойдете под ролик и посмотрите. Вот. Теперь, да, действительно, следующая новость состоит в том, что выборы в Севастополе завершены. Я не победил, но, в принципе, наверное, я должен был это понимать. Я этого не хотел понимать, я боролся так, как если бы я вот просто иду на победу, и все, не хотел ничего понимать, и шел на победу. А в результате все говорят, что я в определенном смысле я победил. Знаете, в каком? Благодаря мне в парламенте появилась новая партия. Да, именно благодаря мне. Потому что в соседнем Крыму 4% за нее было, а в Севастополе около 6%. И это, очевидно, связано именно с моим участием в выборах. Но это еще не все. Скажут, что там, один Севастополь, да, один регион. Со всей страны, мне пишет Алексей Владимирович, ради вас голосовал за новых людей. Так что, вот такие дела. Новых людей поздравляю. Лично Алексея Геннадьевича Нечаева поздравляю с проходом. И рассчитываю на приглашение в качестве эксперта во все возможные советы. Естественно, это будет правильным и достойным завершением выборов. А вообще, выборы прошли очень весело. Компания шла активно. За это время сделано такое количество интервью, что я, наверное, все даже не перечислю. Здесь их значительно больше 10. Иван Чайко, Ланил Касат, Светов, агентство политических новостей, Бордовское. Какой-то телевизор, День ТВ еще, Вайлд Мессинг, наш стрим, снова Иван Чай, Вова Зубков, это Гаврот Оксфорд. Несколько стримов с Богдановым Ивановым, один из них здесь, а остальные найдете. Бояршинов, Лекция Ферсонесе. Да, и Форпост. Форпост. Это такое независимое радиовещание в Севастополе. Ну и надо сказать, что все средства массовой информации, не подконтрольные губернатору, были за меня. Ну, можно так сказать, я думаю, вполне так. Может быть там плюс-минус это. Это может быть неправда, только плюс-минус в одном-двух пунктах. Практически все. И мы собрали 6%, почти 6% такой как бы серьезной, активной общественности, настоящих воинов, воинов России, да, людей, кому как бы не безразлична именно повестка страны. И я настолько меня это как бы растрогало, что я записал в Инстаграме ролик признания, можно сказать, любви к Севастополю и к моим избирателям. Вот здесь смотрите на этот ролик. Вот. Ну ладно, значит, выборы завершены, продолжаем борьбу, что называется, в Москве. А самое главное, что мы возвращаемся к нормальной моей жизни и деятельности, к многочисленным лекциям. Уже завтра будет выступление в Самаре. Я только вчера прилетел из Севастополя. Завтра утром я лечу в Самаре, выступаю и тут же лечу назад. В один день. Вот. И, ну, короче, здесь по ссылке, да, смотрите, куда идти. В Самару, если вдруг вы из Самары. Ну и дальше будет, 29-го будет Владимир, это мы еще скажем. У нас будет куча съемок запланировано на канал. Очень много интереснейших съемок. И поэтому, значит, я вас очень прошу, всех, кто от нас ушел, возвращайтесь к нам. Я возвращаюсь к вам, а вы возвращаетесь ко мне. Все, кто покинул нас, покинул, видимо, в сердцах, что я пошел в эту проклятую политику, да, и ушли из Патреона. Я очень прошу вернуться, потому что вся деятельность возвращается и, соответственно, вы прям нам нужны и необходимы. Вот. Идем дальше. Вскоре возобновятся съемки с актером Муратом Куканом в Адыгее, который называется Лешей Мурат. Уже там пара вышла на канале Адыгейского государственного университета. Ну и будет еще, в октябре будут эти съемки. Будем наполнять путешествия профессора на страничке Кавказского мат-центра. Вот. Ну и, соответственно, в октябре наша конференция Омча, куда я поеду. Вот. Так что здесь тоже все возобновляется, естественно. Ну и еще четыре объявления от друзей. В завершение новостного ролика. Четыре объявления от друзей. Питерская вышка проводит первую конференцию молодых ученых по математической экономике и экономической теории. СМС сюда. Дальше. Генрих Пеникас, профессор из Вышки, будет возобновлять межрегиональный онлайн-семинар. Ну, собственно, он, наверное, не прекращался. И, в частности, во время экономикона АГУ, это будет 30 ноября и 1 декабря. Заодно и сам экономикон тоже я рекламирую. Вот. Следите тоже за объявлениями на вот этой ссылке. Василий Мантуров, крутейший профессор физтеха, прочитал курс по четырехмерной геометрии топологии и теории узлов. Или читает в данный момент. В общем, по одной лекции точно уже прочитал. Сюда заходите, смотрите и умнейте. И я буду умнеть вместе с вами. Ну и, наконец, последнее объявление тоже из моего родного МФТИ. В этом семестре запускается новая итерация школы глубокого обучения ФПМИ МФТИ. Подробности все внизу, в описании к видео. Всем маткульт привет! Математика будет жить! Россия будет образованной! Саватан, Саватан, помоги мне стать матан!